Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и это новостной выпуск по итогам очередной рабочей недели. В сегодняшнем видео мы обсуждаем следующие новости. В Европе началась рецессия. Европейские компании заявили о новых возможностях в России. Российские банки в мае выдали рекордный объем потреб кредитов. Банк Home Credit сменит название. Криптобиржа Binance под ударом SEC. Набиулина дала совет в какой валюте россиянам стоит заниматься сбережением своих денежных средств. И в Центробанке в очередной раз сохранили ключевую ставку на уровне 7,5% и собственно дали разъяснение, что же теперь будет с экономикой, рублем и доходами населения. Вот такие новости и многие другие новостные события мы осветим в сегодняшнем видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Ну а начнем мы с вами по традиции с того, что посмотрим как завершились торги на основных финансовых площадках по итогам очередной рабочей недели. На нефтяном рынке все стабильно. Нефть марки Brent торгуется в районе отметки в 75 долларов за баррель. Золото в плюсе на этой неделе 1962 доллара. Индекс S&P продолжает идти вверх и под занавес недели находилась на отметке 4308 пунктов. Индекс московской биржи располагается на уровне 2708 пунктов. Биткоин немного просел до отметки 26400 долларов за одну единицу. Индекс доллара расположился на отметке 103,1. А вот курс доллара на московской бирже подрос до отметки 82 рубля 46 копеек. Вообще надо сказать, что рынок на этой неделе был весьма вялый. То есть такое ощущение, что нету никаких особенных идей. Мы наблюдаем, как продолжает штурмовать новый максимум американский фондовый рынок. При этом падает рынок криптовалюты, стабильность на нефтяном рынке, на рынке золота. Ну и на валютном рынке тоже все достаточно стабильно. И такое ощущение, что рынки прям замерли в ожидании какой-то бури. Ну и вот, быть может, скоро буря нагрянет со стороны Европы. Ведь зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года. К таким выводам пришли в Евростате. По данным Европейского статистического ведомства, в первом квартале текущего года ВВП в еврозоне сократился на 0,1%. Аналогичное сокращение ВВП произошло и в четвертом квартале 2022 года. Ну а как мы с вами прекрасно знаем, если два подряд квартала та или иная экономика показывает сокращение ВВП, то это уже является признаком рецессии. Больше всего на снижение ВВП в еврозоне в первом квартале текущего 2023 года сказалось значительное падение показателей в Ирландии. Там ВВП сократился на 4,6%. Также сильно упала экономика Литвы 2,1% в минусе. Экономика Нидерландов сократилась на 0,7%. И даже Германия, которая является локомотивом всей европейской экономики, тоже находится в состоянии рецессии. В первом квартале ВВП Германии сократился на 0,3%. По прогнозам экспертов, во втором и третьем кварталах экономика еврозоны будет оставаться подавленной. Что это означает, не поясняется. И как заявил CNN главный экономист Capital Economics по Европе Эндрю Кеннинген, По потребительским расходам жестко ударило сочетание высокой инфляции и растущих процентных ставок. Ну собственно есть немалая вероятность того, что на протяжении всего текущего года, и второму, и третьем квартале, может быть даже и в четвертом квартале, все-таки европейская экономика будет находиться под ударом, будет находиться в состоянии рецессии. И вот это может вызвать очень серьезную беспокойность среди мировых инвесторов. При этом сами европейские компании, которые продолжают работать в России, в первую очередь заявили о новых возможностях в нашей стране. Опрос Ассоциации Европейского Бизнеса показал, что иностранные компании ожидают снижения инвестиций в России в предстоящие годы. Но они видят и возможности для роста, увеличения рыночной доли и снижения конкуренции. Прогнозы по прибыли инвестициям у них следующие. Во-первых, оборот бизнеса в 2022 году снизился у 39 компаний. Это больше, чем по итогам пандемии на 2020 года. Тогда оборот упал у 31 компаний из тех, которых опрашивали. 43% компаний заявили, что их обороты выросли, а 17% заявили о том, что их обороты не изменились. Среднерыночные перспективы российской экономики иностранные компании оценивают лучше, чем в 2022 году, но хуже, чем в до санкционном 2021. Ну, это понятно. Роста экономики в ближайшие 3-5 лет ожидают 55% иностранных компаний, работающих в России. Сокращение ожидают 22%, стагнации 20%. Годом ранее на рост ВП рассчитывали лишь только 38% опрошенных компаний. В 2021 году в год постковидного восстановления и, собственно, до военной операции, связанной с ней санкциями, на рост ВП в России рассчитывало 73% компаний. В общем и целом, даже иностранные компании, в первую очередь европейские компании, видят неплохие перспективы восстановления российской экономики. Многие, вопреки санкциям, не уходят с российского рынка и продолжают здесь, соответственно, работу. В общем-то, очевидно, потому что не хотят терять такой важный для них рынок. Ну и немножко еще из международных новостей. На этой неделе штормила биржу Binance. Там были определенные вопросы у SEC к криптобирже. Собственно, Binance ответила на обвинение американских регуляторов. Крупнейшая в мире криптобиржа готовится защищаться от обвинений SEC, но обещает сотрудничать в расследовании. А Binance это, на секундочку, крупнейшая в мире криптовалютная биржа с суточным объемом торгов выше 11 миллиардов долларов. И по подсчетам аналитических сервисов, чистый отток пользовательских активов с Binance всего за час после появления новостей об иске SEC составил около 1,5 миллиардов долларов. Это примерно 2,2% от общего объема резервов биржи, которые на текущий момент составляют 62,5 миллиарда долларов. Поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены по своему охвату. И тем не менее мы вместе с участниками рынка цифровых активов США выступаем против превышения полномочий SEC и готовы бороться с ним по всей строгости закона. Об этом уже написали представители биржи Binance. Ну а тем временем хорошие новости для акционеров Яндекса. Ведь акции Яндекса неплохо выросли после новости о сохранении листинга на NASDAQ. Американская биржа NASDAQ отменила решение о дилистинге бумаг Яндекса. Об этом сообщил представитель компании Яндекс. В феврале 2022 года после начала спецоперации площадка присоединила торги акциями компании. А этой весной объявила о процедуре дилистинга. После публикации новости бумаги Яндекса прибавляли на московской бирже почти 3%. В сообщении Яндекса говорилось о том, что NASDAQ учла аргументы компании при принятии решения об отмене дилистинга, доводы о соблюдении интересов инвесторов компании и о ее планируемой реструктуризации. И предполагается, что бизнес автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и различных платформ продолжат работу на российском рынке, а международные и их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Яндекс.НВ. Ну и собственно, конечно, это позитивно, что пускай нет торгов, но хотя бы нет процедуры дилистинга. К слову, еще аналогичные похожие новости были по акциям компании Киви. Ну а пока российские компании, акции которых торгуются на международных площадках или торговались на международных площадках, стараются бороться с тем, чтобы их не убрали, собственно, с этих самых бирж, российские банки бьют рекорды по выдаче потребительских кредитов. На секундочку, только в одном мае, когда был побит очередной рекорд выдачи потреб-кредитов, российские банки выдали 662,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла почти в 3,5 раза. При этом средний чек кредита наличными сократился до 201 тысячи рублей. На секундочку, ипотека и автокредиты по итогам мая также показали рост. Объем ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4%, достиг 591,5 миллиарда рублей. Это максимум с начала текущего года. Месячный объем автокредитов в мае составил 117,9 миллиардов рублей, что является рекордом за всю историю ведения статистики. В общем и целом, россияне... Ну, вопрос, конечно, по какой причине. То ли потому, что хочется сохранить привычный уровень жизни, а делать это с текущим уровнем доходов не получается. То ли для закрытия дыр, то ли, в общем-то, еще для каких-то целей пока не совсем, вот мне лично понятно. Но россияне активно берут кредиты, активно берут потребительские кредиты, активно берут, в первую очередь, автокредиты, в общем-то, понимая, наверное, уже, что цены на автомобили не вернутся на докризисные уровни, и лучше сейчас взять кредит на, в общем, относительно еще пока доступных китайцев, может быть, да. Ну и, собственно, каким-то образом еще, чтобы можно было на чем-то ездить в ближайшие 3-5, может быть, даже 7-10 лет. Это уже пока неизвестно, потому что статистики по новопривезенным автомобилям, в первую очередь, китайского производства, я сейчас говорю, конечно, ее, к сожалению, нет. В общем, друзья мои, если вы в последнее время брали кредиты, напишите, собственно, что вами двигало. Вы хотите сохранить свой прежний уровень жизни, или, может быть, хотите себя чем-то порадовать, побаловать в столь непростые времена. Ну или все-таки вы считаете, что экономика растет, доходы растут, и самое время тратить деньги, в том числе и кредитные. Ну и вот на тему кредитов еще. Банк Хоум Кредит, многим известный в нашей стране, сменит свое название. Собственно, произойдет это с 1 июля 2023 года. Собственно, название будет изменено на Хоум Банк, чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера, чешской Хоум Кредит Би Ви, которая, собственно, вышла из состава акционеров. Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сперва будут обновлены дистанционные каналы, это сайт банка и мобильное приложение. Это должно произойти уже как раз в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейках банкоматов. Этот этап запланирован на четвертый квартал 2023 года. Об этом пояснили представители банка. Ну, вот вы знаете, ладно, хоть не стали наши новые российские акционеры, вы думаете, какие-то новые хитроумные названия, банк Хоум Кредит станет просто Хоум Банк. В общем-то, я думаю, что многие пользователи этого банка вообще, в принципе, не заметят никаких изменений. Так что, в общем-то, слава богу, что не назвали как-то вроде «вкусно и точка». Вот, кстати, как могли бы назвать Хоум Кредит в русле вот этого «вкусно и точка», давайте попробуем пофантазировать в комментариях. Самый лучший комментарий озвучиваю в следующем новостном выпуске. Ну и давайте перейдем, наверное, к главной новости текущей недели, собственно, которая прошла, по крайней мере, в России. Это то, что Центробанк в очередной шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Инфляция при этом ускорилась, но по-прежнему находится ниже цели в 4%. Об этом заявили в ЦБ. Перейти к ужесточению политики. Регулятор готов уже в ближайшее время. Не уточняется, правда, когда, на каком из заседаний. А динамика годового показателя инфляции развернулась и в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения. Об этом отметила Эльвира Набиулина. Цитата. «Текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к 4% в пересчете на год. Показательно, что инфляция увеличивается в своей устойчивой части, тогда как вклад волатильных компонентов снижается», указала Эльвира Набиулина. Ну, собственно, это был конец цитаты. В следующем году российская экономика вернется к докризисному уровню. Это тоже заявление главы ЦБ Эльвиры Набиулиной. В мировой экономике растет спрос на услуги и падает на товары, как это было до пандемии коронавируса. И по нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню уже в следующем году. Также в Центробанке рекомендовали дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов. Наша политика заключается в том, чтобы в таких случаях предоставлялись кредитные каникулы. Мы понимаем, что заемщики, которые были вынуждены выехать с приграничных территорий и в связи с этим лишились дохода, на наш взгляд, они могут обратиться к своему кредитору. Это и банки, и микрофинансовые организации с просьбой изменить условия договора кредита или займа. Ну а если, собственно, банки откажут, то в ЦБ рекомендовали обращаться уже, собственно, в сам Центральный банк. Ну и в ЦБ пообещали мониторить ситуацию. Ну и, наверное, самое интересное заявление было у Эльвира Набиулина относительно того, в какой валюте россиянам стоит хранить свои сбережения. Давайте заслушаем цитату. Зачитаем, заслушаем. Я зачитаю, вы заслушаете. Значит, цитата. Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения, это означает сохранение покупательской способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательскую стабильность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат. Конец цитаты. В общем, друзья мои, если вы хотите сберечь свои накопления, то следуйте совету Эльвирной Биулиной и храните деньги в рублях. Ну, или свои варианты можете, опять же, написать в комментариях. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, заявил, комментируя ослабление российской валюты в последнее время, что правильнее сравнивать изменение курса не со значениями лета, а со значениями, которые были в начале прошлого года. И в таком случае ослабление рубля к доллару было совсем незначительным, около 11% к, собственно, к самому доллару, а к евро ослабление стояло всего лишь 5%, а к юаню всего лишь на всего 3%. Вот. И дальше, друзья мои, вот и думаете, да, в какой валюте хранить сбережения. В рублях, который падает и против доллара, и против евро, и против юаня, или хранить в какой-то, может быть, другой валюте, да, собственно, варианты изменений я вам уже чуть выше перечислил. Ну и, собственно, что говорит зампред ЦБ Алексей Заботкин? Он говорит о том, что говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате событий, произошедшего за последние полтора года, на самом деле не очень обоснованно. Вот так вот, друзья мои. В общем, рубль не виноват, ситуация не виновата, и храните деньги в рублях, и желательно в сберегательной кассе. Итак, на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео, если было полезно и интересно. Пишите свои комментарии. Давайте продолжим там. Ну и, собственно, не забывайте подписываться на канал, если вы проверьте обязательно подписку, если вы еще не подписаны, подпишитесь. Если подписаны, то проверьте, чтобы у вас стоял колокольчик, уведомления, чтобы вы не пропускали наши вот такие вот новостные видеоролики. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и пока-пока.